Если человек чего-нибудь хочет, это обязательно сбудется. А если не сбудется, значит и желания не было. А если сбудется не то, то разочарование только кажущееся, потому что на самом деле сбылось именно то. Эти слова Александра Блока в качестве эпиграфа к своей книге воспоминаний использовал Михаил Михайлович Казаков, мой сегодняшний герой. В октябре ему исполнилось бы 80 лет. И снова мы говорим о Казакове, стоя на проспекте Руставели, возле театра имени Шатара Руставели. Театра, в котором изменилась жизнь этого замечательного актера. Я не скажу гениального, да и сам Михаил Михайлович не называл себя гениальным. Но он был большим актером, большим писателем, большим режиссером, большим чтецом. В Грузии изменилась его личная жизнь. Здесь он повстречался с красавицей Мидеей. На свет появилась дочь, чья талантливая актриса театра имени Паржинишвили, Манана Казакова. И Грузия всегда проходила такой красный, ну не красный может быть, но достаточно яркой нитью сквозь всю биографию Михаила Михайловича. Мы с ним познакомились аккуратно в тот момент, когда в России случился черный вторник. Вот тогда рухнул рубль, казалось, что все, завтра не будет ничего. Я пришел в небольшую квартиру Казакова на улице Ордынка. И он только-только вернулся из магазина, откуда привез масло и сахар. И казалось, что вот сейчас наступит тот период, когда снова ни масла, ни сахара, ничего не будет. И было очень удивительно, Михаил Михайлович намазывал масло на хлеб и говорил, Игорь, вы ешьте, ешьте, у меня еще есть, я потом еще куплю, я знаю знакомого продавца. Говорили мы, конечно, с ним о многом. И вот наконец-то случился момент, когда Михаил Михайлович начал читать Бродского. Он ведь был прекрасный чтец, и была замечательная программа, когда Казаков читал стихи Бродского. А еще я запомнил, как он читал Давида Самойлова. И я, в отличие от Михаила Михайловича, нелегко запоминаю стихи, но вот то, как он прочел Самойлова, я запомнил. Страшна Россия демократия не тем, что мнение разновой, а тем, что возмечтало шадья вести Россию за собой. Ложь, убедительные истины для тех, кто ждет разину в рот. О том, что те пути истины, узнаем позже. В свой черед. Вот я подготовил тогда интервью, которое называлось «Музы брезгливы, они не прощают грехов». И вот я не знаю почему, но решил позвонить Казакову в тот момент, когда статья уже была задана в печать, и утром газета должна была выйти. Я позвонил Казакову, прочитал текст, и он сказал, «Не-е-е, это печатать ни в коем случае». Сказал, «Михаил Михайлович, ну завтра газета уже выходит». Он сказал, «Ну, делайте, что хотите, хоть и возвращайтесь в типографию, но статья выйти не должна». Я физически не мог ничего сделать. Конечно, утром газета появилась во всех киосках страны, а я потом несколько месяцев прятался от Казаков, потому что когда мы оказывались на одних премьерах, каких-то вечерах, и я видел у Михаила Михайловича, что я сразу старался спрятаться за чью-то спину. И вот однажды на какой-то премьере я чувствую, что кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся, это был Михаил Михайлович. Что было делать? Я понял, вот сейчас у нас случится моя казнь. Но Казаков сказал, «Вы знаете, Игорь, когда вышла та статья, мне позвонила пол Москвы, и все сказали, что интервью неплохое, и я его перечитал, и правда неплохое, извините меня, пожалуйста». В моей жизни было не так много моментов, когда столь легендарные личности просили прощения за то, что были неправы. Да и все не главное. А главное то, что Михаил Михайлович Казаков был, наверное, одним из первых, кто рассказывал мне о Тбилиси. Он в Тбилиси приехал на гастроли, тогда еще с театром «Современник». Это был один из самых красивых, наверное, актеров Москвы, одним из самых известных, ярких, талантливых, конечно же. И он рассказывал, что когда «Современник» приехал в Тбилиси, то каждый развлекался как мог после спектакля. Кто-то отправлялся в ресторан, а кто-то на встречу с интересными Тбилисами. И вот Казаков отправился на встречу с Серго Кавтарадзе. А Серго Кавтарадзе – это был такой сталинский соратник, который, конечно же, как многие сталинские соратники, был репрессирован. А его дочка Майя каждый день, едва ли не каждый день, писала письма Сталину с просьбой отпустить ее отца. А не подписывалось «Пионерка Майя Кавтарадзе». И вот прошло время, и Серго Кавтарадзе действительно был освобожден. И когда Сталин вызвал его в Кремль, он сказал, слушай, ты где был-то? Кавтарадзе сказал, сидел, товарищ Сталин. Нашел время сидеть, ответил ему Сталин. А потом сказал, слушай, а почему ты меня домой-то не зовешь? А Кавтарадзе тогда жил в маленькой коммунальной квартире на улице Горького. Ну как мне позвать? Сталин спрашивает. Сказал, летим ты, товарищ Сталин? Это было три часа ночи. И вот они приехали в эту квартиру. Тут же, конечно, из ресторана «Аракви» принесли угощение. И когда закончилось застолье, Сталин сказал, а почему ты меня с своей дочерью не знакомишь? Он на часах уже было пять утра. Дочь, конечно, уже спала. Но Кавтарадзе разбудил Майю, она вышла. И Сталин сказал, так вот ты какая пионерка Майя Кавтарадзе. Вот все это рассказывал Серго Кавтарадзе Михаил Михайловичу Казакову. И он не часто потом бывал в Тбилиси, хотя связан был, конечно, гробу с этим городом, поскольку дочка грузинка. И вот та любовь, то восхищение и тот интерес к судьбам тбилисцев, которые пронес Михаил Михайлович, мне кажется, отчасти передался и мне. И поэтому я очень благодарен этому великому человеку, великому гражданину за то, как он прожил. И я очень рад, что мы сегодня, стоя на проспекте Ростовели, можем вспомнить этого замечательного актера. Продолжение следует...